всем привет с вами ромео как вы догадались по праздничным шариком позади меня клоуном и прекрасным нимфом белом это видео посвящено открытию магазина икеа в анталии это шестой магазин в турции но первый в анталии спонсором видео выступает компания толеран агентство недвижимости который помогает 2002 года профессионально приобретение недвижимости турции в частности в анталии стандартный режим работы для икея по всему миру обычно до 7 вечера однако у нас действие плюс работает магазин икеа в анталии с 10 утра до 10 вечера связано это обычно с тем чтобы не попадать отделу доставки в пробке виктора работы с 9 30 до 9 30 вечера соответственно напоминаю есть предупреждение что животными нельзя нельзя кататься курить и выпивать пока вы гуляете по магазину икеи давайте посмотрим что же ждет нас внутри и так следуйте за мной симпатичные провожатые в желтых униформах говорят кушкалибнеса это значит добро пожаловать и по эскалатору мы направляемся прямо наверх у нас дружелюбное население турции всегда радушно народа много все пришли оценить икею справиться в путешествие экскурсию по огромному гипермаркету икея советую ознакомиться с планом чтобы сразу попасть туда куда вам нужно а я попробую перевести то что мне понятно и так шоу-рум это вход у нас далее идут ними коды лары что значит кухонная утварь мутфаклар это у нас кухни икея офис соответственно офисная мебель а я так у доллары это у нас спальни гардероб наверное мебель связанная со спальными местами икея джюджук это у нас детская все для детишек и естественно рестораны кафе это общий пит который находится в икея имя к письмо сервисом р значит преднадлежности для еды домашний текстиль снова спальне и принадлежности текстиль банила в общем преднадлежности для душа и так далее много всего интересного думаю при наличии и знания хорошо турецкого языка вы без труда это все переведете ли вы при помощи google переводчиков не составит труда понять куда вам нужно сразу либо все воочию глазами и на ощупь так как мы находимся в анталии то можно позаботиться о том чтобы приобрести шезлонг со своим зонтом причем достаточно хорошего качества не в каждом пятизвездочном отеле можно встретить такие качественные шезлонги сделанные прямо из дерева хотите посмотреть идет ли вам белый цвет в интерьере тогда вам в третью комнату справа от входа здесь все залито белым цветом достаточно органично все смотрится все замечательно мне тут нравится определенно стоит внести побольше белого цвета свой интерьер 4 комната наверное для любителей охоты практически натуральная шкура такая историческая лампада на фоне этого мне захотелось немного рассказать об истории создания компании кей надев вот эту забавную шляпу которая стояла на столе с искусственными фруктами и так кто же такой основатель компании икея и какова история стоящая за брендом основал компанию икея ингвард кампра именно его аббриатуры фамилии имени в первых символах компании кей третий и четвертый символ означает ферму и соответственно город откуда он родом в 1948 году была основана компания икея и работник был единственный ее же основатель и лишь спустя два года было четыре работников компании а фирменный магазин появился лишь спустя десять лет в 1958 году сейчас компания икея представлена в одиннадцати странах мира и годовой оборот компании составляет 30 миллиардов долларов в год с аппетитами до двадцатого года увеличить до 50 миллиардов долларов в год кстати согласно данным издания блумберг основатель компании игр компрад овладеет состоянием почти 57 миллиардов долларов основатель компании всегда был с предпринимательской жилкой первый его предпринимательский опыт был пять лет он продавал спички покупая их стокгольме задешевая продавая дороже в своем городе позже он начал заниматься шариковыми ручками они были спросе заказывая из франции продавал опять же с швецией и первые два года в каталогах и икеи были продажу лишь ручки лишь потом появилась мебель кто бы мог подумать что до двадцатого века мебель которая привносит уют вашу квартиру считалось предметом роскоши и позволить ее могли только состоятельные люди остальные же делали собственными руками мебель или обходились без нее и благодаря основателю компании икея мебель стала доступна для широких слоев общества говорят красный цвет этот цвет страсти если вам нравится все красное то вы попали по адресу это у нас пятая комната справа отхода а я продолжу рассказывать про историю компании икея основатель компании в кругах которых его знали слыл тем что он быстро улавливал суть проблемы и был очень хорошим маркетологом первое его презентация была связана с продажей ручек и он предложил бесплатно булочки кофе каждому пришедшему однако он не ожидал что придет более тысячи человек ему пришлось кормить всех и с тех пор в каждом магазине икеи есть обязательно кафетерий это был полезный опыт который извлек основатель компании икея и пока я прогуливаюсь по магазине икея продолжу историю компании икея также пыталась открыться еще в 1980 году в сц но однако по бюрократическим преподам это не удалось сделать и первый магазин икея открылся в россии лишь 1999 году сейчас в четырнадцатом году по данным четырнадцатого года насчитывается около 20 магазинов икея основатель компании ингвард очень беспокоится за свое детище и чтобы не допустить поглощение или разрушение своей фирмы бренда он позаботился о юридической стороне компании и даже его сыновья не могут продать свои доли в адрес третьих лиц компания будет всегда оставаться в семье ингварда кампрода обратите внимание на какой симпатичный светильник я набрел который стоит всего 8 долларов вашим деткам понравится такой скворечник и домик в стиле барби и кэн кстати компания икея очень бдит свои стандарты и случае нарушения стандартов она с легкостью может отобрать франшизу и следующий просто огромнейший зал это зал стульчиков всем нужны стульчики бесспорно кстати некоторые модели даже описывают изобретателей данных модель весьма познавательно можно не только выбрать по своему вкусу и цвету но также узнать историю возникновения данного стульчика и наконец мы попадаем святую святых для домохозяек тут у нас конечно же кухни буйство выбора разнообразие и красок на любой вкус кухня в белом стиле кухня в бежевом стиле прямо напротив куда я направляюсь кухня черном стиле отдел поделкой по дереву симпатичные холодильники и прошу обратить внимание на эту классную черную кухонную посуду мне понравилось следующий зал магазине икея балует нас офисными креслами мне понравилось вот это за 800 лир что около 150 наверное дом ну а в этой комнате как вы догадались мы попали в разнообразие кровати выбирайте на свой вкус можно вот такую яркую выбор огромен я предпочел себе вот такого будуар белый за резко где можно расположиться комфортно и перевести дух пока вы гуляете по магазину икея я передохнул мы продолжим нашу экскурсию по икея если вдруг вы принцесса на горошине и вам нужно 25 матрасов вашему вниманию столько матрасов на одной постельке мне даже не забраться на эту высоту и к сожалению не почувствовать горошинки но если вы принцесса вам нужно в икею оценить это эта комната мне приглянулась не сколько матрасами в целом и даже не тем что можно оценить матрасы изнутри вот а сколько тем что компания заявляет что гарантия на ее матрасы компания хамар вик который представлен в реке заявляет что 25 лет гарантии на ее матрасы а значит можно рекомендовать продолжая путешествие по магазину икея мы попадаем в мир гардероба чтобы оценить насколько удобны будут шкафы и вашем гардеробе туда же представлена одежда внутри конечно же она не продается но тем не менее позволяет оценить вместительность вашего гардероба прекрасные большие зеркала помогают оценить вашу красоту и красотки не проходят мимо оценивают себя любуются собой красивыми какой же девушки предпочитающей нежность не нравится розовый цвет это чудесная гримерка понравится вашей девушке если она предпочитает розовые тона а думать только круассаны тут настолько выглядят естественными что я даже проголодался кстати в реке можно выбираться смело с детишками потому что это целые отделы игрушек и вашему ребенку не нужен живой уголок не нужен зоопарк ничего не нужно потому что все и здесь деткам хорошо тут и весело мы погружаемся в детский отдел очень много детишек чувствует себя весьма комфортно удобно переходя через арочке в соседней комнаты садясь на маленькие стульчики вот полностью детская атмосфера погружаемся в индийский вигвам место для playstation для вашего сынули рыжие краски но уборды скейты детское рабочее место для рисования все очень органично реалистично красиво а это красивые крова тачки для ваших маленьких принцесс ну и конечно же в детском отделе не обошлось и без детской посуды из пластика которая безопасна ребенок ваш не сможет навредить себе плюс такие забавные крышечки в виде щенят очень порадует вашего ребенка еще раз не перестаю удивляться насколько тут красиво и ярко я бы устраивал тут детские фотосессии и вот закончив путешествие по второму этажу мы попадаем в мир кафетерия тут очень можно оценить все блюда десертики салатики первое второе и прошу обратить внимание цены очень бюджетные дешевле чем макдональдс трудно представить какая площадь зоне кафетерия икея но вмещает она не меньше 500 человек ну подкрепившись можно продолжить наше путешествие и мы спускаемся со второго этажа паскуда вниз на первый этаж чтобы посмотреть что нас ждет здесь внизу на первом этаже большое количество тележек симпатичные яркие светильники пледы по 15 лир тарелочки по 3 лиры пахнет очень прекрасно тут пахнет какими-то интересными ароматами свежести а позади меня кстати вход откуда мы поднимались на второй этаж тут продолжается у нас ванная утварь мебель для ванных комнат давайте посмотрим внимательно давайте посмотрим внимательно на Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы попадаем в мир светильников. Здесь все ярко, симпатичненько. Оцените сами. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот шикарные люстры. Вот такую бы я прикупил. Или вот такую. Чем-то напоминает медуз и рыбу фугу. Вот это уж точно. А вот та самая сферическая люстра. Движением одной руки можно сделать сферу. А можно снова собрать ее. Субтитры делал DimaTorzok Следующий наш раздел это вазочки, кувшины и искусственные цветы, которые выглядят как настоящие. Многие из них реально ароматизированные и пахнут. Чудесно прям пахнут. Чувствую запах настоящей лилии. А вот собственная группа. Которая радует путь. Вот такой механизм. Чудеско. 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 Первое магазин IKEA был очень огромным. И не было достаточного количества товара, чтобы его заполнить. К тому же очень хорошо раскупался товар. И было много пустующих площадей. Впоследствии было принято решение, что магазины Ikea также будут служить и складом, чтобы замещать эту площадь и чтобы была быстрая доставка непосредственно на место продажи. Оцените эти огромные склады. Они в 5, а то и 6 этажей. Невероятно. И, собственно, заканчивая со складами, мы постепенно приближаемся, как вы догадались, в район Касс, где, собственно, происходит оплата всего, что накупил народ. Посмотрите, какой у нас ажиотаж. Первый день открытия магазина Ikea. Сразу же справа отказ. Вас ожидают пункты, где вы можете поменять то, что вы купили, если заметили какую-то проблему. А позади меня пункты для назначения адреса, если вы хотите доставку. Если вам некогда перекусывать или же блюдо, которое вы отведали в Ikea понравилось, вы можете приобрести все те ингредиенты, из которых они готовились прямо здесь на выходе слева от Касс. И майонезики, и ветчину, и сыр, и печенье, и наггетсы, и всякие сладости, и заморозки, фрикаделечки, десертики. В общем, все, что есть в кафетерии Ikea, можно приобрести здесь и расплатиться на этих кассах. Прямо на выходе из Ikea есть целая детская зона, площадка для игр. Если вы не хотите мотаться со своим ребенком и мучить его, прогуливаясь по огромным площадям Ikea, вы можете оставить своего ребенка здесь. И специальный персонал приглядит за ними, а ваши дети будут радоваться. На выходе из Ikea клоуны развлекают детишек, делаем надувные шарики, разрисовывая детишек и веселяя народ. Доехать до Ikea можно на таком трамвайчике, едет он из центра, ориентир Марканталия, либо остановка Эсмет Паша. Сходить на остановке Алтынова. Достаточно быстро, без провок доезжает до самой Ikea. И вот на этом самом трамвай мы прибыли на остановку Алтынова. Через дорогу от турникетов, куда идет народ, будет как раз-таки Ikea. Нужно пройти метров 200-300 до гипермаркета метро, и вы окажетесь на месте. Вот и подошел к концу наш обзор магазина Ikea. Надеюсь, вам он понравился. Если да, то ставим лайки, отмечаем колокольчик, чтобы получать новые видео. И пишем в комментариях внизу вопросы, которые у вас возникли. Обязательно ответим на все. С вами был Ромео и компания Tolerance. Обязательно делитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на наш канал.